Еретик В своем изгнании Грихастха начал писать книгу, которая должна была рассказать об Идрехоне, императоре и других владыках всю правду. Он укрылся в одной из монашеских общин. За трудами епископ не забывал упражнять свою душу молитвами. Однажды он возвращался после ночного бдения на вершине скалы и заслышал плач ребенка у порога храма. Грихастха позвал монахов, но те не отвечали. Он ускорил шаг и вскоре увидел у дверей корзину, в которой лежал младенец. Взяв корзину, епископ начал стучать в дверь церкви. Но и теперь монахи оставались безмолвны. Тогда, навалившись всем телом на дверь, он вырвал крюк из стены и оказался внутри храма. Братья были мертвы, а среди окровавленных тел стоял первый епископ Рейхлин, нареченный брат самого Грихастхи. «Что ты делаешь?» – воскликнул епископ, прижимая к себе корзину с младенцем. «Искореняю ересь», – последовал короткий ответ. Никто не знает, как случилось так, что Грихастха оказался над мертвым братом с окровавленным ножом в руке. Оставив бездыханное тело Рейхлина прямо у алтаря, Грихастха уходил на поиски нового убежища. Епископ уносил с собой дитя. Он еще не знал, что станет воспитателем самого короля Чаш. Чтобы написать свою книгу, нужно прочитать чужие. Ты будешь либо соглашаться с ними, либо опровергать их. Но не иметь их в виду у тебя не получится. Останется лишь один вопрос. Какой была самая первая из книг? Останется лишь один вопрос.